Так, меня зовут Максим Дубинин, я из NXGIS. Сегодня расскажу про две вещи, которые реально только сегодня. У нас почему-то всегда на схемотехнику, как такая мотивация, чтобы что-нибудь зарелизить, проверить, как оно вообще, понимает люди, не понимает, как это работает. Мы в NXGIS занимаемся разработкой геоинформационных систем. У нас есть свое облако, которым там тысячи людей и организаций пользуются. Я думаю, что главная тема нашего существования и нашей работы – это слово «сложно». То есть все, что мы не делаем, все, что мы не показываем людям, они все, что они говорят, говорят «сложно». И как-то так выходит, что нам самые зубодробительные проекты достаются. Поэтому сегодня, я надеюсь, будет пара вещей, которые… Я думал, что это очень просто. Когда я показал одному из наших сотрудников, она сказала «сложно опять». Это некое приближение к совершенству, поэтому что есть. Оба этих продукта – это уже вполне рабочие продукты, они вполне используются разными организациями. Покажу пару примеров. Оба продукта направлены на сбор данных. Одно – это веб-приложение, другое – это мобильное приложение. Реально совсем новое. Первая штука, которая… Я не буду делать никаких слайдов, я просто буду показывать. Ну, и вы можете тоже, естественно, спрашивать по ходу. Первая штука, которую я хотел показать, называется «Фидбэкер». «Фидбэкер» – это приложение, веб-приложение, которое устанавливается на своем хостинге, и оно предназначено для того, чтобы осуществлять простой многопользовательский сбор данных. Ну, от слова «фидбэк», «обратная связь» и так далее. Он был задуман, как некоторый набор, значит, ну, кучу людей ставит точки на карте, что-то про них пишут. Понятно, что таких инструментов довольно много, на самом деле. Ну, наш лучше всех. Ну, «Фидбэкер» – это его внешний вид. Ну, и там, в принципе, все функции, которые вы можете видеть, они отчасти ожидаемые. У «Фидбэкера» может быть несколько, как бы, так называемых тем или топиков, или, там, чего-то, или можете воспринять это как проект по сбору данных. Вот, и вы можете, там, переключаться между этими темами, что-то там смотреть, какие-то точки и так далее. Вот, люди могут, собственно, писать точки, писать сообщения, да, привязанные карты, все это привязано, естественно, к карте. Вот, и делать что-то еще. Логиниться, создавать точки. Пока это все работает с точками, да? Ну, давайте там, не знаю, место занятий спортом. Ой, я не знаю, как выключаться. А «Shift» нет? «Command пробел». «Command пробел». Окей, точно. О, так, да? Можно здесь испорчить дизайн. Что тут, вверх, а? Испорчите дизайн. Ой, плохо видно, да? Ну, ничего. А может, перетаскивается вот это вот? Я не знаю. Не на пользе дизайна. Пришел, все испортил. И так далее. Вот. Она тут появилась, да? Ну, и, соответственно, там есть еще какие-то вещи. Типа того, что можно поискать. «Alt.Command пробел», да? «Мусор». Оно что-то находит. Вот. В общем, это… Ну, на вид такое предложение достаточно понятное и простое. Вот. Хитрости его начинаются с момента, когда вы хотите им управлять. Научиться управлять, научиться начать создавать новые темы и так далее. Вот. Дело в том, что эта штука, собственно, как я говорил, мы делаем наше облако для WebGIS, так называемых. Как новое окно открыть? «Ctrl-T»? «Ctrl-T». «Ctrl-T». Ага. Эта штука… А, нет, давайте по-другому. Я вам покажу сразу другой пример уже реального применения этой штуки. «Feedbacker». Я уже название забрал. «Feedbacker». Как это пользуется в институте, как ни странно, всемирной истории. «Run». Они это используют. Ну, да. Тоже себе развернули. Вот. И у них просто идет некий сбор по каким-то историческим материалам, которые они используют там дальше для своей картографии, да? Вы можете посмотреть. У них там нет какой изобразительной информации, но они собирают… Я не знаю, почему это важно, я забыл спросить, надо было, конечно, спросить. Вот. Но они собирают вот такие вот штуки, да, и можно тоже поискать там, что у них там с Римом. Например, Рим. Вот. И какие-то топонимы, очевидно, да, и эта информация… Все. Они совместно заносят, смотрят и что-то с ними потом делают. Вот. Ну, как бы суть в этом, почему мы это сделали? Потому что нам нужны были новые простые инструменты для того, чтобы дать людям то самое, что они хотят. А именно расширение для нашего облака. Ну, как вы знаете… Не знаю, кто-то знаком с нашим… С нашим веб-гис. Ну, хоть чуть-чуть. Я смотрю на тебя. Хорошо, никто не знаком, это хорошо. Заодно порекламируем, да? У нас есть веб-гис, который является таким хабом для геоданных, куда стекаются всякие разные… Из разных источников все, что вы можете себе представить. Вектор, растер, сервисы и так далее, и так далее. Вот. Это то, как она выглядит. И если обратите внимание, то тоже кис-гео, то есть тот же самый инстанс веб-гис, для людей заведен. Вот. И для, соответственно, для вот этого приложения есть специфическая структура данных, вот, со специфическими ключами и так далее, которая позволяет уже фронт-энду, да, будучи подключенным, мочь быстро, как бы, ну, обнаружить, что там есть эти данные, там есть такие-то каталоги с ресурсами, в каждом каталоге лежат какие-то слои, да, вот здесь, например, есть там векторный слой, веб-канта, да, и какие-то еще координаты, объекты с какими-то координатами. Так, как вернуться на эту предыдущую карту. Так, 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 я потерялся, да. Да, вот, и все, что они делают, собственно, так, как они конфигурируют карту, веб-карту своей веб-гис, то же самое у них показывается и в режиме сбора их данных. То есть, в принципе, администратор, как бы, контекст самого процесса сбора, да, задает. Вот, то есть, ну, в данном случае у них, допустим, там данные, я не знаю, опять же, некий слой с какими-то тоже допонимями, которые он хотел дать людям, которые будут наполнять это данными. И если мы вернемся, так, ctrl-t, да, а куда девается предыдущая штука, ну, ладно. Если мы вернемся в его один из тем для сбора данных, то мы увидим, что есть некоторый векторный слой, есть некоторая векторная карта, которую он тут, на самом деле, настроил. И ее можно тут же посмотреть, и мы увидим, что это ровно та же самая карта с теми же самыми векторными слоями, что и то, что мы видели в фидбэкере, да, в этом инструменте. То есть, идея такая, опять же, администратор спланировал некоторый сбор данных, некоторые темы, которые ему нужны, загрузил туда дополнительные данные, которые он хочет людям показывать, но эти данные не обязательно должны быть какими-то интерактивными, это может быть то, что ему важно в качестве контекста, и потом просто так это работает, да? Так, вот как вернуться на ту вкладку? Нет, вот там, я не понял, где я. Ctrl-Tab. Ну, у меня, вот, подожди, я открыл новую, да? А где я этот предыдущий данный? Смотри, третий сезон, может быть, воспользоваться. Ой, да, хорошо. Так, ну вот, вернемся к этому. А, на самом деле. Да, собрали данные. Прекрасно, что с ними дальше обычно хочется делать, обычно хочется их как-то извлечь обратно, да? Опять я тут, не помню, почему-то назад не работаю. А, потому что новая вкладка, просто понятно. Вот, ну, все данные собираются в некий специфический ресурс, который так называется, messages, потому что это feedback, да? Ну, и там некая таблица с данными, которые можно тоже скачать, выгрузить, перевыгрузить и так далее. Вот. Ой. Про фидбэкер у меня все. Как я сказал, он, это некий набор кода на JavaScript, он разворачивается на своем сервере в данный момент, вот, подключается к вашей WebGIS. WebGIS должна быть, тут уже наш, как бы, наш интерес возникает, WebGIS должна быть на одном из наших планов, мини или премиум, а в этом случае становится доступен курс, и он может забирать объекты, отдавать объекты, ну, обмениваться как-то этой информацией с ней. Вот, таким образом, можно что-то, организовать какой-то сбор данных. Окей? С этим понятно? Более-менее? Ладно, теперь следующая штука тогда. Следующая штука. Скачивать. А? На сайте скачивать. А, я сейчас в самом конце покажу одну ссылку, вам надо только ее, как бы, запомнить, что называется. Так, Илья, теперь, давай, помогай, как бы, подключиться на визор, он... А, бью, да? А, вот так. Ну, вот. Примерно та же история, похожая история, но другая. С мобильным приложением. На самом деле, они вот с предыдущим никак не связаны, я все сам думал, почему нет, вот так вышло. С мобильным приложением, в принципе, в истории точно такая же. У нас есть... Так, сейчас вернусь на одну секунду. Сюда, да? Вернулся? Да. У нас, естественно, есть полнофункциональная мобильная GIS, как у всех уважаемых, уважающих себя, ой, разработчиков. Пардон. Вот. У нас есть такая развитая достаточно докер, убираем, да? GIS, которая довольно вороченная, для нее есть специальные инструменты для создания форм, там их можно настраивать, загружать на устройство, там смотреть на карте, все это отмечать на карте, в общем, все это, в принципе, работает, вот, но вызывает оно тоже, в принципе, одно и то же, ну, обычно реакцию у пользователей, типа, сложно, да? То есть, там, слои, там, надо редактирование, какие-то объекты, что-то всегда очень такое. Ну, для таких специфических проектов, для сбора данных, где нужна именно, ну, сложный сбор, это годится, это тоже работает вполне, но хотелось всегда чего-то более простого, да? Потому что там какие-то, не знаю, спектора в каких-нибудь заповедниках, им все это реально, как бы, ну, недоступно, им нужно приложение именно с несколькими кнопками. Максимально простые. Вот. Так, сейчас я вернусь. Вот, максимально простые. Поэтому мы сделали что-то, что-то, что называется, да, что-то, что называется простые учеты. Вот, простые учеты, это тоже, небольшое мобильное приложение, которое работает по очень похожему принципу, оно тоже использует в качестве бэкэнда нашу WebGIS со своей структурой данных. Вот. И, ну, собственно, начало работы для того человека, который, собственно, опять же, вы задали, создали какой-то сбор данных и проект по сбору данных, раздали какое-то мобильное приложение, и люди просто говорят, там, я подключаюсь к демо, название моего сервера демо, ну, естественно, вы ему не будете сделать администраторский пароль, какой-то сделать пароль просто с доступом, вот, и, собственно, давай, что происходит, оно идет, собственно, по этим критиншалам на WebGIS, смотрит, есть ли там специфический сбор данных, дает пользователю выбрать там свое имя, и это все, это, как бы, ну, экран приложения, то есть, пользователь может ввести, как бы, данные, или там, собрать данные по объектам одного из типов, сейчас у них такие generic names, да, вот, естественно, вы можете там кое-как это настроить, разрешить пользователю не писать треки при сборе, там, запрашивать какое-то количество объектов, если вы собираетесь какие-то объекты, для которых важно это количество, вот, ну, опять же, суть этого примерно та же самая, что, если мы вернемся, 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 вернемся на нашу, уже другую WebGIS, в которой подключено сейчас мобильное приложение, WebGIS.com, вот, то здесь мы увидим довольно много всего, и у нас интересует что-то другое, что нас интересует, simple collector data, вот, мы увидим здесь просто набор неких справочников, где мы можем редактировать список людей, не будем редактировать, список объектов, вот, ну, не знаю, что вас интересует в качестве, там, чего вы хотели бы собирать, давайте что-нибудь типа про городскую среду, там, сломанный фонарь, сломанный, ну, сломанный фонарь, не знаю, что мы там обсуждали? собака, собака, злая собака, злая собака, сохранить, конечно, так, правая кнопка, это надо что-то подержать, что-нибудь, нет? два пальца, два пальца, ну, куда-то попасться, ну, ладно, ну, окей, ну, ладно, два, два, сонки, фонарь, ну, естественно, есть ключи, да, тоже у всего этого, и переключиться на визор, что-то он почему-то как-то, вот, так? да, GPS покажет, что есть кардер, поэтому можно просто потыкать и говорить, пять злых собак, один сломанный фонарь, вот, а потом либо зафорсить это дело, либо оно автоматически это сделает, сказать синхронизируй, а потом вернуться, это что же такое, control, от ultra, ой, вот тогда, вернуться и сказать, отдай мне данные, я ключи не поменял, поэтому это они, по времени можно посмотреть, тут UTC плюс 3, плюс 3 надо прибавлять, вот, ну, просто опять же, чтобы посмотреть, как люди это используют, уже, да, они используют, например, таким образом, так, да, уж, из-за ском, этот один, одни наши пользователи, да ужский, такой заповедник, вот, у них есть полевые бригады, они ходят и ищут животных, вот, у них форма представляет себя просто перечень неких видов, да, ну, и вот, собственно, результат сбора данных, да, у них есть маршруты, они вышли, инспекторам, вот реально, вот только три кнопки у них, у них больше ничего нет, ну, еще можно там подтверждение сделать, чтобы они случайно на них не нажимали, вот, они вышли, сказали начать трек, тут можно потребовать, чтобы он собирал трек, и пошли собирать, ну, и пошли просто отмечать, собственно, то, что от них просят, а именно там сбор, так, а как, зум, естественно, ну, вот, вот, в принципе все, вот, скажите, это было просто, вот, ну, мне кажется, что сами приложения, они достаточно простые, вот, с настройкой там, среды, не среды, а проектов для сбора, для них там есть некоторые нюансы, загрузка данных и так далее, но это тоже все, в принципе преодолимо, а, да, где это все лежит, добро, добро все лежит вот здесь, на кисру, продукты, у нас это попадает в категорию вспомогательное программное изучение, поэтому вот они, простые учеты, мобильное приложение и, и фидбэкер, у меня даже иконку еще толком не придумали, фух, вот, у меня все, какие есть вопросы? в том числе, все эти результаты сбора, в каком формате можно? Ну, сейчас, в коробке, джейсон и цсв, фидбэкер, применялось, какого-то реального проекта? Подожди, я надеялся, что я покажу, и вы скажете, черт возьми, реальный проект, это два реальных, совершенно реальных проекта, вот, фидбэкер вообще без нашего, как бы, некого управления, не под нашим управлением, да, был сделан, то есть, вот этот инстанс с историками, они сами все развернули, они сами организовали все для себя и так далее, но, в принципе, эти люди уже с нашей веб-дис чуть-чуть были знакомы, поэтому для них концепция там, веб-карт, слоев и так далее, она для них была не нова, вот, ну, за заповедниками, естественно, там чуть-чуть посложнее, но это тоже все очень удаленно от нас происходит, там где-то в Далурии, вот, и тоже это вполне как бы реальный проект. Цена вопроса. Вот, как я сказал, сами приложения бесплатные, вот, но вам придется подключиться на один из наших планов, мини или премиум, вот, мини или премиум очень легко посмотреть вот здесь, как сказать, подробнее сказать, посмотреть планы. Кстати, у вас на сайте очень смешной баг, если зайти на dancegees.com, все на английском, но напишите нам на русском. В чатре? Может быть, надо посмотреть. Может быть, не у нас баг, может быть, у тебя в настройках чего-нибудь там, языка в браузере, что-нибудь такое. Ну, в общем, с этим все сложно, да, с этим совершенно сложно, это тоже, ну, внешний сервис некий, поэтому он там своей жизнью. А данные тех людей, которые там собирают, компании, да, они приватные или они открытые? То есть, ага, через премию это все открыто. Тут приватно, тут все открыто, ну, поэтому держу. Вот, в принципе, любой может зайти на вашу бис, все скачали. Ну, и в том числе я могу также зайти найти что-то интересующее. Да, чужому, кому-нибудь еще, да. Не хватает того, как плана посмотреть закрытые репозитории. Сделаем специально для тебя. Стоит быть очень плотно. Я, конечно, сразу предупреждаю, примеры, как сейчас систему будет стоить. И самим, как вообще это делать. Да, и самим. У нас все так секьюрно, что мы не можем посмотреть, что у них предприятие. Ну, в смысле, если у них премиум, это реклама. Даже мы не можем посмотреть. Но мы можем, конечно, прямой доступ, базу, но это так геморройно, что мы обычно никогда так не делаем. А что насчет GDP? А GDP? Вот у нас full compliance. Нет. Ну, мы работаем над этим. Какие-то вещи мы внедрили уже, определенные галочки при подписках и так далее. Ну, там целый огромный список, поэтому постепенно это все реализуется. Не будем лаберутся. Какая связь с ExistMobile? Никакой. Смотрите, еще раз, на ExistMobile, для тех, кто не знает, сейчас, минутка рекламы. Где тут? Опять этот наш. вот он. У нас уже здесь. ExistMobile это такая довольно полноценная многофункциональная GIS. У нее есть куча слоев, вы можете там, не знаю, что делать, там, редактировать, ставить точки, сохранять, там, я не знаю, писать формы, видели тоже скриншоты и так далее. Это, в нашей концепции, это сложное приложение. Вот. Поэтому мы сделали новое, чуть попроще, вот, ну, довольно сильно заточенное под конкретный workflow, да, то есть, конкретный сбор данных, когда у тебя просто идут объект, параметр, объект, параметр, объект, параметр, и все, больше ничего не надо. Есть какие-то настройки, но они реально минимальные. NextSysMobile, это там, я не знаю, редактирование линий в режиме, там, freehand, да, как-то оно там работает, я уже сам забыл. Вот. Там, или там, рисование полигонов, там, и, ну, я не знаю даже, что еще там, много всего, короче. Оно тоже подключается к Web, оно тоже, ну, это просто, просто инструмент для, для, более сложных задач. А с этими штуками можно, ну, просто, просто завел, запланы заплатил, приложение раздал, и поехали. Ничего особенного делать не надо. Вот. С мобайлом надо, там, данные туда, подключиться, тоже можно, тоже для айтишников, в принципе, не представляет труда, но, так уж выходит, что у нас, очень много, наших клиентов, это все-таки, но они хоть и айтишники, они в этой специфике, им все равно, это да и барьер. Вот, поэтому мы пытаемся какие-то более простые инструменты тоже разрабатывать. Ответил на вопрос? Никак, да? Кажется, А у хитбекера есть ссылка на хитбекера? Хитбекера, Несложно. Несложно, можешь так и сделать. Не надо, он даже, он даже, он даже GPL-ный, как бы, ты можешь спокойно заходить, делать то же самое с мобильными приложениями. Так что, если у тебя охота сэкономить, сэкономим, вопросами не обращайся. Похоже, это все, спасибо вам. Спасибо вам.